здравствуйте друзья середина лета то сильно холодно то сильно жарко все как положено сегодня я вас познакомлю с одним из кандидатов из тех есть такое понятие вся королевская радь у садоводов тоже есть причем у каждого свой это самое как бы назвать свой список когда-то я знаком с каждым к сожалению уже не все живых все живые но я не делил на живые и мертвые потому что они все с нами даже те кого с нами нет они в душе с нами вот один из активных садоводов сейчас я вас с ним познакомлю колесиков антон вот зачем я знакомлю нам нужны такие люди которые в свою очередь за собой потащат еще сотни каждые сотни тысяч извините за громкие слова так я проверяю идет и запись запись есть так вот сейчас мы немножко пролистем вот так значит чем меня этот человек удивил нам надо сочетание людей честных благородных а еще знающих и очень перспективных значит когда-то я получил вот это фотографии вот это фотографии в этих мои мои железовские сеянцы то есть теперь уже его сеянцы мои семена есть на свете два друга андрей антон андрей взял большую большую площадь под промышленный сад сразу сходу может быть это было даже неправильно как поступать с большим садом я рассказывал не раз вы это уже знаете меня кстати зовут железа кто не знает так и получилось так что площадь у андрея огромная то ли 6 7 гектаров то ли 60 70 я этого сказать не могу но в любом любая эта цифра поражает были закуплены деревья много деревьев закуплены по принципу спора посажу потом посмотрю обманули меня или нет это наш принцип наш российский вот я всегда говорил доверчивость наша национальная черта я люблю доверчивых людей моих и мошенники любят доброта и так наивность вот именно вот это вот неопытность это сродни доброте сродни чести совести это все наша российская черта поэтому нас все обманывают вот и в данном случае получилось так что вот эти вот этим все он везет к антон везет к андрею из казани кажется господи куда везет соседнюю область но это уже не принципиально пересадил другое он взялся помогать другу вот а потом еще у друга оказалась онкология позавчера была сделана операция сече 19 июля 2-3 назад вот видите это все характеризует моего друга антона давайте теперь фильм уже был 11 лет даже не фильм по моему часть вебинара давайте продолжим вот это мои сиенцы нет опять не так моей косточки банзорских абрикосов а может быть не только банзорских я уже не помню которые культивируют теперь уже антон показаний здравствуйте валерий константинович вот прополол будучи абрикосовый сад где 7 сортов и ассорти самый высокий академик уже выше 40 сантиметров поздравляю сейчас я попробую чтобы услышали его голос валерий константинович доброе утро спасибо за вчерашний семинар посмотрел вчера вечером уже ночью досматривал спасибо что меня показали как вы рекламируете что у меня будет свой питомник я надеюсь что мне это пригодится хоть поняли да у человека будет свой питомник я взялся его раскручивать мои возможности ограниченные ну может быть рассылать этот ролик те кто ближе к Казани подружитесь как вокруг Макарова стали ездить в его гости представьте себе Подмосковье это гигантский регион вот и все равно человек прикинул 50-100 километров на расстоянии можно съесть за самцами я надеюсь что в Казани будет наш человек абсолютно порядочен абсолютно вот был еще момент очень грустный читаю Антона добрый вечер Валерий Константинович мне нехорошая новость Андрей Арак через этим хочу узнать есть ли у вас костыки минерусского ореха использованы для лечения ну я специально это процитировал письмо именно потому что очень костыки минерусского ореха это одна из лучших естественных лекарств в мире но тут онкология он скорее всего перепутал с костыки минерусского абрикоса я уточнил он подтвердил да он имел ввиду минерусского абрикоса вот наверное лучше бы их потреблять за год за два до того и возможно никакого рака бы и не было бы возможно есть такая версия вот лучше бы наука уже давно бы все это узнала но дело в том что наука не производит блажерский по-настоящему не производится серьезно не занимается этим абрикосами успехи у нее такие что их успехами назвать нельзя вот ну а косточки южных абрикосов считаешь непонятно чего больше лекарства или синильной кислоты вылечишься или отравишься мы с броским занимались этим как на себе пробовали вот именно самое натуральное это именно мальчужские абрикосы мы сидим вот скайп он с той стороны экрана сидит жует эти косточки то есть шелуши это раздавливает косточки мальчужские абрикосы абрикосы вот и на моих глазах живет и он каждый день по нескольку но он у него это самое я не знаю как получилось вот прожил он долго уже имея такой диагноз страшный но он прожил долго мне сейчас 73 а он на несколько лет был старше вот может быть без косточек мальчужского абрикоса он бы этого не прожил ну ладно это все кофей на гуси гадаем смотрим дальше еще раз это герои нашего дня вот я специально буду показывать кое-какие данные чтобы вы уже знали что перед вами будущий питомникова будущий друг надежный друг я знаю что даже узнав от меня что он человек благородный честный порядочный он таким знаете чаще можно поступить со жизнью но человек не поступает со своим имиджем я это на себе испытал господи да что угодно не дай боже чтоб кто-то показал пальцем не дай боже вот и как это важно прожить честную жизнь и как важно сохранить до последних дней вот я надеюсь что Антон колесиком будет таким мы еще смотрим это абрикосики выращенные из косточки на дальнем плане ведра сейчас увидите какая у меня коллекция вы поймете к чего я клоню я еще самую главную идею не сказал вот на дальнем плане в бедрах орехи зип боря господи которые не хотим свои рассадить а может этой кучи который рассадил мы все сожрали а эти стены стоят и их не трогают ну правильно ведь стоят в каких то им костях видимо не могут до них допрыгнуть так это фаина амур фаина и амур просто 60 сантиметров это моё если кто-то вам фаину продаст кроме моих учеников плюньте в рожево еще лучше вот так вот в рожево на вранье вот еще фаина написано так вот уже ветки согнулись и ягоды еще не поспели но супер урожай облепихи черные корни так все привитель черенки растут совершенно бесполево так как материнские сливовые корни нет это не орехи черные что такое черное тоже более полуметра все приведи черенки растут совершенно без полива так материнские сливовые корни глубоко и сами добывают воду что это за черное которых что такое ответит посмотрит на свой фильм уточнить крупноплодное железо 70 сантиметров приятно смотреть на крупноплодное железо вот это смотреть неприятно вот внизу комментарии а в земле вот такие трещины даже давно не было я смотрю и думаю у меня никогда таких трещин не было но у меня суп есть вот у меня в основном земля есть немножко глиня но все-таки в принципе это песок у меня и очень а здесь то возможно у вас грима тогда я вас не поздравляю вот на глиняных может быть такое такое лето так маленькие гинг-го гинг-го чеснок на новую беру уже вырос повелтел вот и попробуйте что такое я начинаю себя чувствовать первоклассником рядом с сантоном маленький гинг-го рядом с знаком тут разномелась пузатая кипарис болотный для зеленых лугов андрея вот что значит друг кедр корейский бархатоморский я скорее японская лимончик лимонник китайский удобно выращивать таких пенопластовых ящиков учитесь с осени посадил весна уже в сходе сорняки не сильно их забивает ящики на авито покупаю по 50-100 рублей дальше его письмо голосовое а я потом еще к нему говорю к сожалению не открывается посмотреть не могу ладно читаем королевский но это понимаем мой апрекос красавчик ну то есть косточки мои были кстати обратите внимание культурный крупный лист поздравляю вырос 80 сантиметров рядом с ним маленький кустик оралии который раз в неделю поливаю поэтому и абрикосы достается вода так смотрим дальше угадайте что это попробуй угадаю сейчас дуб пробковый а это каштаны листные дубки очень медленно что-то как почва плохая сильно глинистая почва я угадал к сожалению глинистая почва у него вот у него много еще в этих ящиках а когда высадится ой-ой-ой что еще будет непонятно на этой грядке чего только не растет внимание немного левзей саправловидное димонник хурма вильгинская макдолия несколько шелковиц вырешенных из семян в том числе длинноплодное ямалайское пока не заплодносят не поверишь если не поверю когда вы сказали погибнуть свою почву у меня сердце остановилось почти миндаль динкаго клены с сахарами орехи грецкие разных цветов дубы так насчет грецких орехов потом отдельно мне а я потом всем дело в том что когда-то раскручивали грецкие орехи из Тольятти из Савары нет из да и из этого самого из там где вы живете из Казани так вот люди покупали орехи поращивали они замерзали практически у нас есть везде в средней полосе России а потом у меня был человек который назову оставший товарищ не то чтобы был учитель я все заходил сам но чьим мнением я считался это значит мой друг из Саратова Чернышов Валерий Петрович и вот он Валерий Петрович он ученый настоящий ученый он зам был в зональной станции создавался заместитель директора вот в Тольятти случае когда ученый дружил со мной и вот представляете я его спросил ну что стоит мне Сибирику связываться с грецким орехом мечтать не врет он ответил нет я говорю а вот в статье а вот в Казани он говорит да в Казани Казань себя греет в огромный город а за пределами все замерзает ну поверил не поверил но тогда молодому человеку тысяч лет назад что я взял правильно вот привез оставился с Украины выписал из Тольятти еще откуда-то даже орехи делал тот самый якобы самый земостойкий вот ну и все и получил до пяти лет держались все равно погибли замерзли я больше с этим не связывался а вот у вас может быть климат теплеет а может быть у вас грецкие орехи можете замерзнуть держите в курсе владалка мне еще пять лет обещала буду жить так что держите в курсе вот посмотрите еще вот какая коллекция разные сорта орехов в основном грецкие серьезный мужик черные орехи рассаженные стеной стоят уже около метра вот они хорошо рассаженные когда вижу вот это вот мне в сердце тоже самое лучшее посадил раз и навсегда а вот когда с пересадкой я понимаю что это тоже надо представляете мышь рядом будет ссаться сможет она по стенке вот этого горшка или как он называется может это ведра может она не может туда залезть может быть и правда посадил съели посадил съели это запасный вариант с пересадкой может становится остальным вот эти на ус Антон как видите мужик не простой и у него слава богу все живо пока так эту грядку немного стыдно показывать она очень заросшая но на это есть причины кроме отсутствия времени там слишком плотные посадки изначально и дубы пяти видов господи может как то это ужметесь а иначе вы будете похожи на ту обезьяну которая сказала извините поймите правильно мне что разорваться и углы и красивые и дубы и это и абрикос академик я боюсь что сильно разорветесь точно как анекдот только уже не пополам разорветесь а на пять видов только дубов но просто осень и междурядие натыков сходить поэтому туда не залезешь можно сходясь орехи потоптать ого то ли он сочувствует то ли это дальше пошло вот эти вот я не знаю тут попишите еще жидко Иван Овсинский наверное это фотография Ивана Овсинский если я понимаю тот самый классик по моему даже мой земляк вот только что я пропускаю такие вещи акварин тоже пропускаю кормили все видите как если заниматься укоренением да укоренением вы пишите в Овсинский я отправил голосовое так и это другая тема а вот здесь это для укоренения а я ничего не делаю и ничем не помогаю может быть оно помогает может нет меня смутило слово микориза микориза для меня это она образуется в процессе этих самых просыпания роста растений как ее можно искусственно делать я не знаю не мое это ладно я просто пропускаю вот дальше а вот у меня грядочка гимка горь и павловни посмотрите мне надо идти в эту школу к этому котону купил измельчатель веток мурсирую грядки а вот здесь вот смотрите вот это вот мурча из этих самых опилками нельзя назвать это мелкая древесина мне кажется может какой то опыт такой есть может быть и правда ничего и смотрите я в начале предварительно всех от опилок которые делают из хвойных пород вот они отравляют почву так окисляет почву а здесь ну наверное это просто в саду там ветки закупил ветка сухая взял ее перемолол и обратно на грядку просто не придерживаться такого мнения что срочно это все обрезать больное и сжечь это правильно но измельчитель опять же это все на грядке лучше бы наверное придумать другое мурчу вот не лежит душа не лежит что он будет делать после того ведь фильм возьмет опять выгребит отсюда или станет экспериментатором а я противореза не буду убирать посмотрю чтобы нормально развиваться вот вот он же по характеру испытатель будем ждать грецкий орех померз и переходит в кустовую форму а уже началось не обрезай не прищипывай просто все как хочет ну правильно вот видите кстати их только если убирать из эстетики можно и не добыть ничего от этого не холодно не жар кто-то думает ну не отрежешься тогда болезнь пойдет ниже какая болезнь просто не выдержал температуру так спасибо здоровья вам получилась посылка знаете какую посылку с черенками шелковицы надо начать шелковицы 4 дня так ну я надеюсь что у него все пройдет нормально я имею в виду что она у него укоренится вот у него все должно укоренится вы видели его сад может даже не весь сад вот ну и последняя тема Валерика Васильевич Юлия Сергеевна это моя племянница еще остались саженцы Перска Хасанского значит он уже вторым списком стоит первый список один из наших из Подмосковья вот он же спецназный он же онкологической больной он лечится этим уже моими моими подчеркиваю маджурскими а не орехами этим маджурскими косточками маджурского абрикоса лечится то что я выслал ему китайский демоник говорит поднялась с этого с этого с этого в постели ну надолго посмотрим так не тот который его фамилия Афиногенов секретов нет вот Иван Афиногенов успел первые десять персиков по 700 рублей застолбить у Юлии Сергеевны Медниковой моей племенницы так она она выучит но это будет последний это будет примерно в районе первого актива так второй как раз Антон Колесников в следующий десяток его уже по 800 рублей вот итого 8000 пересылка с ускоренной почты это еще тысячи этого 9 придется расспрашиваться и наконец сказавши это я листаю на самый верх мне нужно вам дать его данные с его согласия потому что он будущий он будущий питомника вот я считаю уже сейчас то что у него есть если приехать к нему походить по его саду возможно он будет придерживаться такого же мнения как Сергея Гарина никаких секретов типа мы отказываемся вам в доступе но мы вышли а там подавитесь и уже поздно возвращать обратно и хрен вывернут деньги а это серьезный мужик который виден это вот может это смотри сейчас мы будем искать его данные мы искать его данные вот и так никаких секретов 420 до 36 город Казань улица Беринского дом 6 53 вот так же как я жеренов Валерик Васильевич не скрывая у меня на сайте мой домашний адрес попробуйте добиться от тех которые торгуют южными сортами они вам домашний адрес не дадут потому что знают что приедут особенно если в этом же городе человек живет может и морду набить поэтому ограничьте телефон пожалуйста с его согласия Колесников Антон Вячеславович Казань улица Беринского дом 6 53 индекс 420 до 36 и ну гости начающего Побробрада телефон уже пора знать 8 917 266 40 9 11 вот это пожалуйста начинается связаться уже сейчас Антон у тебя уже по моему избыток есть сейчас у тебя пока осень придет осень и весна у тебя уже кое-то где перебор кое-то чем дуб этот самый значит дуб вот у тебя прекрасно взошли мое сельцы тебе что есть место куда все это рассадить где еще уже то что мое взошло уже на 2 гектар 2 продавая конечно тебе по моей цене как этот самый Сергей Железов а такой цене не продай все будет зависеть только от раскрутки пока страна не узнает и не будет может когда ночью разбудить это уже некоторые пробовали вот знаете что получилось я разговаривал с собой это по делу итак Дальний Восток значит мы Бродским продавали не только маякосточки маякосточки которые он в экспедициях находил в заброшенных поселках у староверов посмотрите как звучит там допустим усадьба графини такой-то вот усадьба князя такого-то а они сто лет назад посадили абрикосы а они живы пусть немножко измечали и все это он нет а я им помогал продавать так вот и оно где-то разошлось вот сейчас ладо все не буду а то никогда не закончим хотя у нас конкретные примеры но это другой раз и вот получилось так что уже глядя на меня на Бродского нашлось несколько этих самых тех как назовем их предприимчивых они забрались тайгу еще дальше еще заброшены они привозили в мешке уникальных косточек но когда я продавал их по 25 рублей штучка они отчаявшись продать у них никто ни одну копейку ни одного косточки не покупал Россия их не знала а местные они сами пойдут по 3 рубля продали китайцам вот так вот вот сравнивать вот а по 3 рубля они не оправдали даже поездку лучше значит раскрутка поэтому я от всей души когда я понял что колесников издаш знаете как я после 5 раз говорился я всегда говорю когда я встречаю таких людей вот как Антон Вячеславович я пишу редко бывает кто-то присылает денег больше чем с моим чем положено по каталогу и пишет а это для тех детишек что я видел в этом вашем фильме а это это самое чтобы вы могли потому что я за свои карманы плачу за монтаж фильмов и вот за этот фильм я плачу в свои карманы вот а вы вот там на пару тройку на десяток фильмов я же по 200 рублей плачу за каждый фильм который издается а их много уже сотни тысяч вот я когда встречаю такого человека который лишний рубль заплатил ну образ говоря лишний рубль значит я пишу вы представитель исчезающего племени homo sapiens благородный вот и наверное это правильно вот на этом заканчиваю вот перед вами еще один кандидат да какой кандидат он наше королевское орать он помогает другу вот у которого огромные планы были который лежит после операции вот я таких случаев не один не пустил вот вот пусть у нас очень много плохого в жизни страшного много страшного вокруг столько горя а мы еще умеемся привыкать и уже это вот примеры проводить не буду включите телевизор ужас ужас скорость вот поэтому как говорил этот самый знаменитый певец композит возьмемся за руки друзья чтоб не пропасть по одиночке наверное я так и назову фильм возможно до свидания потом не расслежен на глазах м гормонь what 事 не вы вам надо это ну как в